Уход зарубежных поставщиков и производителей с российского рынка для местных предпринимателей – хорошая возможность занять новую нишу. Импортозамещение – тенденция, которая прослеживается и в нашем регионе. На сегодняшний день в Ульяновской области сотни производств, которые начали работать в новых для себя направлениях. Тем не менее, новые условия – это не только возможности, но и определенные риски. Мы производим продукцию на своем производстве с 2013 года. У нас в Ульяновской своих сейчас три цеха, где мы производим продукцию. У нас, конечно, у всех ожиданий и страйков очень много, потому что рынок сильно меняется. И вот там уходят одни игроки, ожидается приход других игроков. И это, ну, как бы нестабильность. Лучше, когда ты знаешь своего конкурента, знаешь, с кем ты имеешь дело. На швейном производстве «Микита» трудят 70 человек и в год производят порядка 100 тысяч единиц продукции. Это в первую очередь детская одежда, спортивные костюмы, куртки, жилетки и штаны на осенне-зимний период. Продукцию шьют, исходя из потребностей населения, делая упор на качество. Продают только онлайн. И, как показывает практика, данная стратегия весьма эффективна. Но пока нельзя точно сказать, увеличились ли продажи, так как не наступил сезон. С 2013 года мы производим детскую одежду. В связи с тем, что с рынка уходят зарубежные поставщики и производители, возникла необходимость в производстве взрослой одежды. И поэтому мы запускаем взрослую линейку. Таким образом, потребители могут не переживать за уход зарубежных компаний, когда есть свое. Власти нацельны идти дальше и развивать процесс импортозамещения, расширять производство, открывать магазины с отечественными товарами. В более перспективной стратегии это, безусловно, должно быть замещение производства территории России. Ну, в частности, если говорить, например, о таком секторе, как производство предметов одежды, предметов интерьера. И вот, кстати, по одежде нашими производителями на сегодняшний день достаточно неплохая ситуация у наших производителей развивается. В частности, более чем на 30% увеличился запрос ведущих байеров в стране из-за отсутствия ряда иностранных брендов. Задачу наращивать присутствие отечественного производителя на внутреннем рынке в регионе возьмет на себя созданный центр компетенции развития промышленности. Также начал работать электронный ресурс биржи импортозамещения. На этой площадке заказчики смогут закупать товары отечественного производства, а поставщики предлагать свои товары. Аналоги той продукции, которая оказалась под санкциями, без дополнительных затрат и посредников. Данный сервис запустил Минпромторг РФ совместно с электронной торговой площадкой Газпромбанка и Агентство по технологическому развитию. Биржа работает на базе государственной информационной системы промышленности. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ